Всем привет! Меня зовут Наталья, и я отвечаю на детские вопросы. Сегодня вопрос следующий. Кто такие светляки и как они светятся? Как вы знаете, вот в этом ролике мы рассказывали уже вам о свечении глаз кошки. И выяснили, что свечение глаз кошки связано с тем, что они светятся отраженным светом. Но вот у светляков всё совсем не так. Наверное, вы ходили по лесу когда-нибудь и наблюдали такую летом интересную картину, очень романтическую, когда в траве и на ветках деревьев вдруг вспыхивают маленькие огоньки. И создаётся впечатление, что вы находитесь в сказке, как будто в траве и на деревьях сидят маленькие волшебные эльфы. Но если говорить по правде, то это вовсе никакие не эльфы, а это маленькие насекомые, ну а если точнее говорить жуки. Образ светляков, ну если рассмотреть его с научной точки зрения, вовсе не такой романтичный. Это не просто жуки, а ещё к тому же и хищные жуки и довольно прожорливые. Светляков существует около двух тысяч видов. В основном они живут в тропиках и в субтропиках. На территории нашей страны живет чуть более десятка. На последних сегментах брюшка у них находится специальный орган свечения, он называется лантерна. За счёт чего светятся эти насекомые? Дело в том, что вот в этом органе свечения есть особое вещество, называется оно люциферин. И можно сказать, что каждый маленький жучок это такая своеобразная химическая фабрика. За счёт окисления люциферина при помощи специального фермента люцифераза и кислорода образуется много энергии, которая переходит практически полностью на 98 процентов в энергию света. Это гораздо более эффективно, чем, например, лампа накаливания, у которой только 4 процента переходит световую энергию, а всё остальное это тепловая энергия. И мы знаем, что лампочка довольно сильно нагревается, когда она горит. Зачем светятся светлячки? Тоже возникает такой вопрос. Оказывается, причин бывает несколько. Но самая простая причина. Насекомые эти ведут ночной образ жизни, им необходимо каким-то образом опознавать себе подобных. Свечение у каждого вида специфично, поэтому, соответственно, свечением они привлекают друг друга. Например, самцы ищут самок или самки подают самцам сигналы, чтобы самцы могли их найти, что совершенно необходимо для спаривания и продолжения рода. Но есть и другие причины. Например, оказывается, свечение необходимо как защита от хищников. Проводили даже такие эксперименты. Дело в том, что у многих светлячков есть ещё химическая защита. Они неприятны для хищников на вкус. Они такие противные на вкус. И вот чтобы их всякие хищники не поедали, вот это свечение, оно тоже является своеобразным предупреждением. Ну, например, как предупреждающая окраска у многих других животных. Не подходи ко мне, я невкусный, пожалуйста, меня не ешь. Но и есть третья причина. Оказывается, есть такие светлячки, род называются они фатурис. И самки этого рода получили название роковые женщины. Почему? Дело всё в том, что они при помощи свечения, имитируя свечение самок других видов светлячков, привлекают к себе самцов других видов. И когда те прилетают радостные, они их, соответственно, используют в пищу, они их поедают. В данном случае свечение используется для успешной охоты. Светиться светлячки могут по-разному. Они могут регулировать своё свечение. Они могут светиться сильнее, слабее. Они могут светиться такими вспышками. Причём некоторые виды светлячков ещё любят собираться по многу сразу в одном и том же месте и синхронизировать своё свечение. Это выглядит совершенно фантастически. Такие виды светлячков живут, например, на юге США и в Юго-Восточной Азии. И это выглядит удивительно совершенно, когда вы заходите, например, в лес какой-то и обнаруживаете, что вокруг вас всё светится и мерцает. Это потрясающе красиво. Совсем забыла сказать, что самцы и самки светлячков внешне отличаются. Если самцы напоминают самого обычного жука, то самки скорее похожи на личинку, потому что у неё отсутствуют крылья. Самки малоподвижны, они, как правило, сидят, не сильно перемещаются, но самцы подвижны, и им это необходимо как раз в тот момент, когда они ищут своего партнёра. Ну и кроме того, надо сказать, что личиночная стадия, как и у многих других насекомых, у светлячков довольно длительная, она длится порядка двух лет. Ну а вот стадия взрослого насекомого короткая и длится всего-навсего порядка двух-трёх недель. И ещё светиться могут не только взрослые самцы и самки. Это у разных видов по-разному. У некоторых светятся только самцы, у некоторых только самки, у некоторых самцы и самки тоже. У всех светится личиночная стадия. Кроме того, у некоторых видов ещё светятся и яйца. Итак, мы сегодня с вами поговорили о светлячках. Надеюсь, я вас заинтересовала, и вы посмотрите что-нибудь ещё интересное об этих удивительных животных. В следующий раз мы обязательно ещё поговорим о биолимонисценции, о том, какие ещё животные умеют светиться и как они это делают. Ну а на сегодня всё. Подписывайтесь на наш канал и присылайте нам свои новые вопросы. Всем пока! То есть, вот свечение, оно свойственно для разных стадий. Да! Ну что с этим поделаешь? Яйца светятся. Субтитры сделал DimaTorzok